Разврата, чтобы сказать людям, что их ждет, если они не покаются, если не примут Христа, умершего за их грехи, как Спасителя, если не покаются. Кто пришел сюда? У вас книга такая есть дома, которую я показал, Святая Библия? Блин, да, где-то есть. Я с собой, я в командировке, я в другую книгу взял. Ну, у всех командировки. Так, ну, Хемингуэй какой-то, что ли, у вас там? Хемингуэй, да. Арнест Хемингуэй. А как он закончил жизнь, как Хемингуэй, знаете? Знаю, самоубийство. Как обычно? Это необычно. Он самоубийца. Я так и сказал, самоубийство. Да. А самоубийцы, Сарсия Божия не наследует, они идут в ад прямой дорогой. Для них покаяния нету. Поэтому он вам спасительных примеров не даст. Я не хочу ни от кого спасаться. Мне интересно то, о чем он пишет. Он пишет об охоте и рыбалке. А в чем тогда смысл жизни? Что оно изменило? Это смысл? Или просто жить и хватать, пить, есть и умереть и все? Нет, все вы взяли. И все, да? Нет, и все. Много есть радостей. Да добрым тогда быть невыгодно, потому что ты не можешь дать сдачи. Стоит жить ради своих близких, ради любви. Ради добра. А вот эта щадрулетка, вы знаете, кто ее изобрел? Не знаю. Двоечник, 15-летний мальчик. Андрей Терновский. Это место разврата. Все самое гнусное, подлое, все сюда собралось. И люди открыто занимаются анонизмом, совокуплением, мерзостью, табакокурением. Я согласен, Александр. Я согласен, Александр. А вот вам должно нравиться творчество Федора Михайловича Достоевского. Да, это один из самых великих людей России, пророк. И он сказал, если атеисты придут к власти, то этот эксперимент обойдется России в 100 миллионов голов. Что подтвердилось полностью. Ну, это немножко перефразировано. Но в целом, да. Он говорит, если бы кто доказал мне, что Христос и истина несовместимы, я бы предпочел лучше остаться со Христом, нежели с истиной. А возьмите, в «Братьях Карамазовых», когда Иван Карамазов там говорит, великий инквизитор. Но это же папство. Да и очень похоже на патриаршество. Мы рода решим грех и спасем всех. Иван был умен, Леша был набожен и добр. Его главный самый ненавистник, тетя, Щубайса. Щубайс, Анатолий. Я бы его зубами изорвал, всего говорит. А вы где живете, дедушка? Что, где я живу? Да, где я живу. Город Барнаул, Алтайский край. Ух ты. Алтайский край. Я православный христианин-проповедник. Лапкин Игнатий Тихонович. И мне 81-й год. Хорошо выглядите. О, хорошо. Потому что Леша, как говорится, благодарю тебя, тюрьма. Меня за Слово Божие сажали, я пять тюрьм прошел и лагерь. Как понять за Слово Божие? Ну так, в советское время, конец 70-х годов, Господь Бог мне положил мысль сделать известным труды святых отцов. А в это время уже стали появляться магнитофоны, маяк 205. Три скорости. На 4,7-х это прослушивание. А на 19,5 можно сделать запись. И можно две дорожки в одном направлении. Я насчитал, создал оригинал на Библию. Творение Златоуста 12 томов. Житие святых 12 томов. Добротолюбие. То есть 50 книг насчитал, то он студию создал и насчитал попутно архипелаг ГУЛАГ. И распространил по всей стране. А власти не потерпели. Брал интервью репрессированных. И у меня 4 тома книг вышло. Они еще в интернетной версии. По 800 страниц. 3467 стихотворений. Я задел Ленина. Стоит свой рот ощеревь. По мету птиц подставив голый череп. Возь шатеистов сонмищают. И меня спрятали. Так я там многому научился. Как говорит об этом Солженицын. Благословляю тебя тюрьма. Ты многому меня научила. Сколько людей там покаялось. Встали на ноги. Следователь обратился. Принял крещение. Даже начальник тюрьмы умер по-христиански. Мне Бог позволил победно пройти там. Если у вас будет желание встретиться. Встретиться будет. Вы запишите два слова. Игнатий Лапкин. И по скайпу меня сразу найдете. Я один с этой фамилией. На весь интернет. Игнатий Лапкин. Я вам скину наш ютуб. На ютубе у меня 17300 роликов. Понимаете что это такое? Сайт. Понимаете мой мозг в полном сомнении. Игнатий Лапкин. Два слова запишите. И по скайпу найдете меня. Я не еду сразу. Игнатий Лапкин. Запишите обязательно. Вы забудете. У вас будет. Я понимаю. Я понимаю. Я как бы не против того что вы делаете. Я считаю что у каждого человека должен быть свой путь. Он сам должен прийти к Богу. И тот Бог у которого вы как бы пропагандируете. Понимаете я вел занятия одновременно в пяти университетах. У меня и там с администрации краевой. Городской. КГБ. Кто бы не приходил. Поэтому никому это не помешает. То что я отвечаю и политический вопрос. И экономический. Социальная работа. Любой вопрос. Я отвечаю на основании Библии. Святых отцов. Канонов церкви. Жития святых. А какой церкви? Православная? Православная. А как вы скажите. Ну ответите на такой вопрос. Почему церковь раньше не признавала существование космоса. Пока туда люди не полили. Я такого не слышал. А где это такое было? Вот я вам говорю. Раньше церковь не признавала космоса. Ну а где? Где? Кто? Когда? Вы говорите. А я скажу. Этого никогда не было. Не было никогда. Наоборот. Даже Гагарин перед тем как полеть. Сегодня. Сегодня еще молитву считали. Уборщица там. Я не хочу как-то сказать. Освоить еще что-то. Ну нет этого. Никогда. Церковь никогда не была против. Вот заметьте. Вот сейчас какие изобретения. Телефон, интернет. Это все христиане. Мусульмане ничего не изобрели. Потому что их вероучение, оно блокирует их. А у православных вера раскрывает человека. Какие люди за вами пошли, если вы отзываетесь о мусульмах? Это то же самое. Ваша религия, это война. Ваша религия, это война. Это кровопролюция. Правильно, правильно. Это идеалы какие-то свои, выдуманные. Только не ругайтесь. Только чтобы не ругались. Ни одного слова, чтобы не было нехорошего. Не говорите. Я сказал только о том, что изобрели. Я не сказал плохие или нет. Я сказал, что ни одного изобретения современности от них нет. Зачем вы их сравниваете вообще? Ну, и так понятно. Почему нет? Во врачебном искусстве у них там есть люди. А в этом, который сейчас развивается... Вы про врачебное искусство говорите? Вы в курсе, что христианство не позволяло раньше отрогаться до тела и делать операции? Так, вы можете сказать, какой художник у мусульман был за 1300 лет? Одного назовите. Я не разбираюсь живописи. Стихотворение хамени вы там можете назвать. Да, там хожу на средину. Но этого нету. Если изобретения были в медицине тогда, на той стороне. А вот сейчас, которая есть в мире, окружает все. Ничего у них нету нигде. И не потому, что они глупые. Я хотел думать, что вы поймете причину, какая. А вы подумали, что я плохо отзываюсь. Войны православные творили везде войны. Крестовые походы было, там 11 походов. Это же было. Я не защищаю, но я не спираю. Разведов православные, по-моему, это католические. Ну, католики, католики. Православные тоже. А куда Суворов шел? В Италии там эти чертовы мосты захватывал. Это называется чертовы мост. Зачем ему нужно было там? Россия тоже вмешивалась куда угодно. В Польше восстание подобили. А вот в современной время, какой там, и в Болгарии, и везде там, в Чехословакии, в Польше. Все глушили, в крови топили. Я не защищаю, но и не оправдываю. Я сказал только по изобретениям. Они пользуются сейчас интернетом, мобильными телефонами, новыми марками машин. И все это там, где признают Христа. Правильно, неправильно. Но изобретателей у них нет. И причина... Я думал, вы знаете, а вы не знаете ее. Я признаю Христа как личность, очень яркую, как человека, который прожил праведную жизнь, как и человеку, которому стоит подражать. Ну, мне кажется, Бог, Бог, он здесь в душе. Правильно, правильно, в душе. У каждого есть частичка Бога в себе. Не частичка. У Бога нет частичек. Он не частичка. Он Бог и человек. И мы храм Божий. Но если я в душе верю, ничего нету. Вера без дел мертва. И бесы, демоны веруют и трепещут. Апостол Яков пишет в 4 главе. Это не просто так. Если я уверовал, я должен быть в церкви. Церковь – тело Христова. Если я не хожу в церковь, я не хожу на Испыть, не причащаюсь. А жизни нету. Такой человек не спасется. Я не могу принять крещение. Нельзя повенчаться. Без церкви – никак. Церковь – Христос, говорит. Это, считаем, 16 глава, 18 стих. Евангелие от Матфея. Кто это все написал? Написано так. А послание апостола Петр говорит. Писали святые божьи человеки, будучи движимы духом святым. Библия писала с 1600 лет 40 авторов примерно. И нигде противоречия нету. Ни в одном слове. Ни одна буква не утеряна. Девушка, вы всю жизнь прожили с такими убеждениями? Что такое счастье? Для меня счастье – это гармония мозга, тела и души. Дело в том, что я сегодня уже рассказывал об этом. Я зашел как-то на маленький сабантующих. Я не нуждаюсь. Я не нуждаюсь с труба взять. Я хочу простого человека. Нет, я сказал, что такое счастье. А счастье. Вот представьте. Я зашел на небольшой сабантующих, день рождения. И сидят пять генералов. А там мэр города, прокурор края, генерал лейтенантом. И говорят. А мы только о вас говорили, Игнатий Тихонович. Я говорю, а что говорили? Что вы самый счастливый человек, которого мы знаем. Я говорю, а по каким параметрам определяете? То, что вы делаете то, что вам нравится. Начальник детского лагеря. Строите православную деревню. Миссия. Книги там. А я сижу с этими преступными делами занимаюсь. И недавно я в интернете нашел Стручков Александр, шолоховед. И он прямо криком кричит. Я говорю, в интернете встретил самого счастливого человека. А Чернышевский говорит, чем большему числу людей ты приносишь счастье, тем ты сам счастливее. Да. Да. Добро надо делиться. А чтобы в гармонию привести человека и его душу, для этого нужен Христос. Без него этого нет. Сам по себе человек ничего сделать не может. Он слишком немощен. Евангелие от Иоанна 15.5. Христос говорит, без меня не можете делать ничего. Да хватит. Ну, блин. Ну, хватит. Это, блин, это насильная такая пропаганда. Не ругайте. Это общение просто, а не ссылок на Библии, на Евангелие. Мы можем с вами поговорить как человек с человеком? Я вам отвечаю. Лучше божественная мудрость, чем самобытная глупость. И вы то, что говорите, вы всего это научились. Научились рукой вот так проводить. Мы все счеты от кого-то взяли. Дверь вот у меня... Да, да, я согласен. Мы зашли в готовый мир, когда уже все обихожено было. Нам дали азбуку, научились считать. Если я считаю книгу Хемингуэл, то нормально. Считаю Библию, плохо. Это сатана так делает. Я читал Библию в детстве. Я читал ее. Считали? Считаю книгу. И если бы все руководствовались ее заповедями, было бы лучше. Да не лучше, а была бы жизнь, райная зима. Я воспринимаю вот эту религиозность, эти религии, это, блин, просто как средство манипуляции людьми. Это войны, это кровопролитие, это расы под именем Бога прикрываются и убивают. На мой взгляд, самая, ну, такая миролюбивая религия, это буддизм, который, ну, а так, вообще, я ничего не вижу плохого в Христе, в православии. Там все очень отлично. Вот церковь, это вопрос другой. Вот эти золотые храмы, толстые попы, бабушки там стоят, там сидеть нельзя. А у баптистов можно сидеть на лавочке, а у нашей православной церкви нельзя сидеть. Они стоят и по 4 часа слушают проповедь. Ну, вы только главное не сказали. Они хорошие, сектанты баптистов, но они не церковь. Церковь должна быть... Они не хорошие. Они хорошие, но хороших много в аду. Сбежавший из ада фильм показывает это. Я их знаю очень-очень хорошо. У них выступал не раз, и баптисты у нас принимают крещение, становятся православными батюшками. У нас не пузатый, у меня брат священник, он сам работает, у нас в храме с тарелкой не ходят. Нет, 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 конечно, конечно. Ну, блин, есть люди хорошие везде, и среди священников, и среди полицейских, и среди работяг просто. Везде есть хорошие люди. Знаете, что написано? Повторяю еще раз. Я не просто говорю свои слова. Вы выслушайте это. Евангелие от Матфея 16-18. Христос говорит, я создам церковь, и врата не одолеют ее. А сектанты возникли в 17-м столетии. И что, снова Христос их образовывал? Они не церковь. А вне церкви? Вне церкви нет спасения. Вне церкви нет спасения. Какой ты хороший бы ни был. Ну, блин. Ни одного слова не говорит. Вот палец отрезать. Церковь – это тело Христова, а Христос – глава. Ну, отрежь отдельно палец. Будет он делать, что требуется? Нет. А мы можем с вами поговорить о чем-нибудь другом? Так все. Я вам отдал свои данные. Там найдете меня. Не, 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 не. Нет. Вы сейчас будете ругаться. Мне не надо, что ли. Вы будете ругаться. Сейчас материться будете. Нет, я не буду. Будете, будете. Я уже вижу по глазам, по поведению, по губам. Будете материться. Мне это не надо. Извините, всего вам доброго. Да вы уже не раз выпустили нехорошие слова. Мне зачем это? Я же просил вас с самого начала. Вы не замещайте. Это у вас же залажено. Язык выбрасывает то, что не помещается. Избытка сердца, говорят уста. От избытка сердца, говорят уста. Библия говорит. Прошу прощения. Я не хотел вас обидеть. Ну, не меня. Дело в том, что нас будут тысячи людей смотреть и скажут, что ты матершинника избрал такого. Нехорошо это. Так, ну пока, до свидания.